На связи Украина 365 Глава Минобороны Великобритании не раскрыл подробности. На конференции по обороне в Лондоне Шабб сказал, что Китай и РФ установили более глубокие отношения. Глава администрации президента Ирана Галам Хосейн Эсмаили рассказал об обстоятельствах крушения вертолета, на борту которого находился Ибрахим Раиси, и о событиях после авиакатастрофы. Его слова приводит иранское государственное агентство ИРНА. Всего в колонне было три вертолета. «Сам Эсмаили летел в вертолете, который благополучно приземлился. По словам чиновника, погодные условия во время полета были нормальными. Облачность была в районе медного рудника Сунгун в Иранской провинции восточный Азербайджан, где произошло крушение. Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было», — цитирует Эсмаили Ирна. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание другим экипажам набрать высоту и продолжить движение над облаками. «Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — рассказал глава администрации президента Ирана. После этого пилот сделал несколько кругов, пытаясь найти вертолет с президентом или выйти на связь с кем-нибудь из экипажа или пассажиров. Установить контакт не удавалось полторы минуты. Уже тогда допускалось, что Белл-212 разбился. После посадки вертолета с Эсмаили на руднике Сунгун удалось связаться с находившимся на борту президентского вертолета имамом Джума мечети иранского города Тибриз Саедом Мохаммад Али Аль-Хашем. Из его объяснения стало ясно, что Белл-212 разбился. Связь с ним поддерживали несколько часов до его смерти. Россия внезапно отказалась от своих планов и отозвала уведомления о планах пересмотра границы в Балтийском море. Предложение Минобороны РФ об изменении границы и территориальных ввод страны в Балтийском море, вызвавшее резкую реакцию Литвы и Финляндии, было удалено с правительственного сайта без объяснения причин. Об этом сообщает информагентство Bloomberg. В документе, который был опубликован для общественного обсуждения, говорилось, что министерство хочет скорректировать координаты точек, по которым рассчитываются территориальные вводы России. И в качестве обоснования приводилась ссылка на документ 1985 года, принятый Советским Союзом. Сегодня на сайте регулятора появилось сообщение, что проект удален. До его удаления три основных российских новостных канала опубликовали заявление неназванного военно-дипломатического источника, в котором отрицалось, что Москва имеет какие-либо планы по пересмотру государственной границы на Балтике или пересмотру своих территориальных ввод. Они не объяснили, почему документ был обнародован. Позже секретарь Путина Песков опроверг наличие каких-либо политических намерений, хотя и не стал отрекаться от документа и заявил, что Россия обязана припринимать соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности. Кремлевский диктатор Владимир Путин хотел бы получить контроль над Балтийским морем, поэтому он положил оба глаза на шведский остров Готланд. Такой мнение высказал главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью РНД. Он рассказал, что на территории указанного острова есть подразделения, которые постоянно там дислоцируются. Также туда готовы перебросить дополнительные силы, если опасная ситуация усугубится. Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция несет ответственность за его защиту, а Готланд имеет право на защиту. Были времена, когда мы сокращали наше военное присутствие на Готланде до такой степени, что у нас там были только добровольческие силы ополчения. Эти мирные времена прошли, война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе и нам пришлось массово вооружать Готланд, сказал он. Он заявил, что тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. Шведская армия при необходимости может использовать остров для наступательных операций. С Готланда мы можем помочь другим государствам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это будет означать конец мира и стабильности в северных странах и Балтийском регионе, предупредил генерал. Журналист спросил, вы думаете, Путин положил глаз на Готланд? Генерал ответил, что уверен в этом. Кремлевский глава, по его словам, положил оба глаза на эту территорию, а также на Аландский архипелаг. Власти РФ признали, что строительство крупнейшего ледокола России задерживается из-за потери производственных мощностей на украинском заводе «Энергомаши Спецсталь» в Краматорске. Денис Монтуров, занимающий пост первого вице-премьера правительства РФ, объявил о переносе даты завершения проекта по возведению первого в стране атомного ледокола высокой мощности, получившего название «Россия». Ранее предполагалось, что строительство будет окончено к 2027 году, однако теперь предвидится, что это произойдет ближе к 30-му году. Также Монтуров упомянул, что ледокол России, который планируется сделать чуть ли не самым мощным в мире, должен стать венцом этой серии. Однако его строительство столкнулось с уменьшением бюджета и задержками в сроках доставки. Основной причиной этих проблем является затруднение поставок важных элементов корпуса судна, включая ледовой зуб, кронштейны и прочие, которые производились на заводе «Энергомаши Спецсталь» в городе Краматорске в Донецкой области. «Энергомаши Спецсталь», входящий в состав российской корпорации «Атом Энергомаш», неоднократно и планомерно обстреливался российскими оккупантами. Согласно указу президента Украины, Краматорский завод «Энергомаши Спецсталь» подлежит принудительному изъятию УРФ. Украина уничтожает новые ракетные корветы РФ быстрее, чем Москва их строит. Ракетный корвет ВМФ России «Циклон» вошел в состав Черноморского флота в июле прошлого года, а уже 19 мая украинский ракетный удар потопил этот корабль класса «Каракурт» в Севастополе. Еще один «Каракурт», недостроенный «Аскольд», был поврежден во время ноябрьского ракетного обстрела украинскими ракетами судостроительного завода в Керчи в Крыму. «Российское военно-морское руководство должно быть очень обеспокоено будущим Черноморского флота, ведь Украина выводит из строя российские боевые корабли быстрее, чем Россия может построить новые или усилить их кораблями из других региональных флотов», пишет Форбс. Пока Турция блокирует прохождение военных кораблей через пролив Босфор, единственным способом для россиян усилий Черноморский флот является переброска меньших кораблей в Черное море по реке или строительство их на Черноморских верфях. В то же время, отмечает Форбс, в апреле украинские спецназовцы устроили диверсию на российском ракетном корвете «Сирпухов» в Калининграде на Балтийском море. Этот корвет класса «Буян» был одним из немногих российских военных кораблей, достаточно малых, чтобы добраться до Черного моря по каналам Волги, Дону, а затем по Азовскому морю. Кроме поврежденного аскольда и затонувшего циклона, еще пять каракуртов строятся на верфях в Крыму или на Волге. И есть все основания, ожидая, что эти корветы также станут объектами атак, когда они присоединятся к флоту в ближайшем будущем, пишет издание. В конце концов, украинцы разработали или приобрели у своих иностранных союзников целый ряд противокорабельных боеприпасов большой дальности. В частности, у Украины есть беспилотники и морские дроны, а также ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты воздушного базирования «Штормшедов» и «Скальп Эйджи». США также отправили несколько моделей ракет наземного базирования, в частности, модели М48 дальностью 170 или 190 миль, М57 с 470-фунтовыми боеголовками и достаточной точностью, чтобы поражать корабли в порту. Последний воскресный рейд, который потопил циклон, включал в себя именно атаку с помощью ракет М48 или М57, отмечает «Форбс», напоминая, что Украина получила более 120 ПТРК двумя партиями – одну осенью прошлого года, другую в апреле. «Российская противовоздушная оборона оказалась бессильной остановить эти ракеты. Это зловещее развитие событий для российского военно-морского командования, которое борется за сохранение того, что осталось от Черноморского флота», – пишет издание. Украинская армия снова продемонстрировала свою инновационность на поле боя, создав первые в мире надводные беспилотные аппараты, оснащенные системами противовоздушной обороны. Согласно данным осень исследователя H.I. Sutton, опубликованным в Naval News, эти безэкипажные катера уже активно используются в боевых условиях. Как сообщает исследователь, доказательства применения новых беспилотников были найдены в видео, опубликованном Минобороны РФ 6 мая. На кадрах видно, как российский вертолет К-29ТБ атакует беспилотный катер, оборудованный ракетами, и в конечном итоге поражает его. Надводные беспилотники, часто использующиеся Украиной в Черноморье, ранее были уязвимы для воздушных атак. Вертолеты и самолеты России почти нейтрализовали их благодаря своей огневой мощи. Однако появление безэкипажных катеров с ракетами может существенно изменить этот баланс, считает Sutton. Новые украинские дроны оснащены двумя ракетами класса «Воздух-воздух» R-73, изначально предназначенными для истребителей МиГ-29 и Су-27. Несмотря на то, что запуск с земли снижает дальность действия ракет вдвое по сравнению с запуском с воздуха, их эффективность на морских дронах остается значительной. Эксперт предполагает, что практическая дальность ракет может быть еще меньше. Тем не менее, использование одного или двух таких беспилотников совместно с обычными морскими дронами может обеспечить защиту от воздушных угроз. Более того, эти системы можно использовать для атак на самолеты во время взлета или посадки в Крыму, что, по мнению исследователя, уже имело место. Украинские морские дроны стали значительной угрозой для Черноморского флота России. В сети появилось фото украинского МиГ-29 с ракетами «МАЛТ». Новая фотография подтверждает использование старого советского МиГ-29 в качестве платформы для запуска приманок ADM-160 «МАЛТ», о вероятном применении которых на фронте уже давно пишут в СМИ. Об этом сообщает The Warzone. На предоставленном фото можно видеть одноместный МиГ-29, который выполняет полет на низкой высоте. Ракеты ADM-160 «МАЛТ» установлены на двух пилонах, расположенных под крыльями истребителя. Никаких других ракет или бомб самолет не несет, хотя между воздухозаборниками прикреплен внешний топливный бак. Дата и место фотографии неизвестны. Мы также подробно исследовали, какой именно вклад «МАЛТ» делает в украинские военные усилия. Работая на небольшом турбореактивном двигателе, это оружие летает по заранее запрограммированным маршрутам, в том числе зависая над целевыми районами. Таким образом, они могут отвлекать и сбивать толку российскую противовоздушную оборону, представляя украинским ракетам больше шансов достичь своих целей, рассказали в издании. В эфире ток-шоу «Соловьева» снова переругались российские пропагандисты. Скандал вспыхнул после того, как один из так называемых экспертов не выдержал нападок «Соловьева» и обвинил российского телеведущего во лжи. Услышав это, «Соловьев» психанул и устроил разборки прямо в прямом эфире. А обстановка накалилась настолько, что после обвинений в свой адрес, «Соловьев» выгнал пожилого эксперта, которым был Виталий Третьяков из студии, и начал угрожать ему судебным разбирательством. «Не надо лгать». «Что? Я никому не позволю обвинять меня во лжи». «Обвинять меня во лжи? Извините, не позволит ли никому?» «Почему это? Когда вы прямо сказали неправду сейчас». «Потому что дальше это будет суд». Комичный момент произошел в финале разбора, когда Третьяков заявил, что не боится суда и влиятельных друзей Соловьева, поскольку в России судьи якобы независимы. «Потому что это на самом деле судебный». «Да не надо меня пугать». «А я вас вообще не пугаю. Всего хорошего». «В чем здесь связи?» «Мидия, продолжайте.» «Вы у нас независимый?» «Конечно». «Россия запустила в космос аппарат, который может атаковать спутники на околоземной орбите. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, запуски и вывод на орбиту состоялись 16 мая. Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США», – отметил Райдер. Он добавил, что Пентагон продолжает следить за ситуацией. В феврале в США заявили, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе. «Разрабатываемое Москвой вооружение якобы может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя», – говорили CNN американские чиновники. По данным Bloomberg, ядерное оружие в космосе у России может появиться уже в этом году. Однако, как писала The New York Times, в американских спецслужбах нет единого мнения, будет ли это настоящее оружие или макет боеголовки. Российские власти отрицают планы по размещению ядерного оружия в космосе. Диктатор РФ Владимир Путин назвал информацию в западных СМИ об этом «вбросами». Но, конечно, верить ему оснований нет. Он обещал, что и на Украину нападать никто не будет. Морские дроны СБУ Сибэйби теперь оснащены системами ГРАД. Как сообщают источники в Нян, позапрошлой ночью морские дроны СБУ совместно с ФМС эффективно отработали со стороны моря по позициям россиян на Кинбургской косе. Наш Сибэйби – это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. Сегодня они оснащены РССЗО, и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы, отметил источник в спецслужбах. В службе также показали эксклюзивные кадры с испытаний Сибэйби ранней зимой и непосредственно с производства дронов. А российские источники накануне показали, как украинский морской беспилотник запускает неуправляемые ракеты в направлении российской позиции на Кинбургской косе. Друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила! Субтитры сделал DimaTorzok